Всем привет! Сегодня делаю карамелизированную грушу. Эта груша у меня пойдет в начинку в тортик. Очень вкусный и с шоколадным кремом и с пломбиром, просто бесподобная. Также ее можно использовать как украшение и просто как дополнение к любому десерту. Для этого нам понадобятся твердые груши. Чаще всего это груша зимних сортов. Ее нужно очистить от кожуры и я ее режу на вот такие вот четвертушки. Так удобнее достать в серединку и на пластинки. Толщиной где-то, ну я не знаю, до полусантиметра с боковушки. Режу вот так вот на пластинке. На сковороду высыпаю где-то 2-3 столовые ложки сахара. В зависимости, конечно, от размера сковороды. И выкладываю сюда грушу. Грушу выкладываю довольно плотно и стараюсь, чтобы просто внизу под грушей был под каждой немножечко сахарка. Выкладываем плотно, так как груша немножечко уменьшится у нас в процессе жарки. Она выпустит немного сока. После того, как у нас груша пустила немного сока, она как бы закипела в этом всем добре, закладываем сюда масло. Обычное сливочное масло, грамм 10, наверное, вот больше не нужно. Масло придаст и такой невероятный привкус груши. И благодаря нему она у нас будет в конце как бы немножечко поджариваться. И такой золотистый цвет приобретет красивый. И для этого абсолютно не нужно, чтобы у нас горела карамель. Чтобы приобрела наша груша вот красивый цвет. Ждем пока у нас немножечко испарится грушевый сок этот. У нас где-то чуть меньше среднего огонь. Она у нас становится вот такой вот красивой, немножечко янтарной. Сильно ее не сушу. Вы видите, сок уже испарился. И вот карамель обволакивает каждую грушку и как бы начинают тянуться такие тоненькие карамельные нити немножечко. И вот поджарю ее ровно до того момента, как мне нужно, какого мне нужно добиться цвета от груши моей. И теперь уже выкладываю грушку. Мне нужно, чтобы эта карамель на ней немножечко растаяла. Чтобы она у меня в процессе в тортике уже не растаяла и не начала вытекать. Поэтому я ее выкладываю и жду пока эта карамелька у меня полностью остынет. И от влаги в грушке она у меня как бы стечет немножко. И все, собственно, можно использовать ее хоть сейчас для украшения, либо потом начинки в тортике. А вскоре будет тортик с этой грушкой. В общем, очень вкусный. Обязательно попробуйте. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.